чтобы было видно здесь хотела похвастаться покупкой своей дочери сначала конечно отнеслась очень скептически думаю ну что там за 500 рупий какой-то набор для ногтей думаю что там будет а теперь смотрю что действительно я . сколько вот этих вот разных сколько тут внутри 6 9 10 12 12 в одном ряду таких 4 но представьте что это 24 48 до 48 получается то есть представьте вот гляньте разные там шарики какие-то наклейки сердечки какие-то блестяшки он я смотрю пудры разноцветные вот здесь вот не получается вытянуть хочу поближе показать видите такие пудры разные разноцветные тут я смотрю разные цветочки маленькие сердечки просто какие-то нарезки камушки боже ну в общем практически 50 50 вот ну 248 получается да вот разных дизайнов потом здесь смотрите для ногтей это ногти наклеены здесь тоже кисточки кисточки тоже классные уже все посмотрела оценила потом есть вот такие вот это это как господи как это на русском назвать в общем это вот как наклеить полоски разные тоже разных служит для дизайна сколько у нас тут получается 3678 но это клей клей приклеить ну а здесь тоже вот наклеивать вот эти камушки всякие дизайны то есть разного размера вот эти вот тут шарики вот эти ну то есть классный классный набор вообще супер умничка моя девочка умничка что ну сказала вот же яночка сказала и сказала я что это янка не хочет у меня сниматься люди вот у меня все спрашивают все спрашивают почему типа не не снимаете дочку но не хочет видеть и убегает ну хорошо хорошо кричит не не давай не не выставляю да 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 не выставлю не выставлю ну все вот 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 вы и вы посмотрели на мою дочку видите хотите на нее посмотреть это надо ждать когда она вся будет в мейкапе когда она вся будет там разодетая как как на party тогда она себя покажет ну все приветики всем доброе утро сегодня у нас 13 число я не знаю когда выпустится это видео как вы знаете 14 числа у яны день рождения то есть сегодня день у нас будет очень занятый насыщенный это как день уже до дня рождения если кто смотрит меня изначально знает что детки у нас ночью приходят поздравляют украшают комнату именинницы или именинника те кто смотрят меня изначально знают что у нас очень большая индийская семья у нас здесь несколько папиных братьев изначально жили наших пап уже нет но их семьи остались в данном случае как и моя и деток естественно у нас много так еще один важный момент дорогие мои первый мой кофе с вами потому что кофе я еще не пила ой первый глоток кофе это просто как глоток свежего воздуха вы знаете я на кухне уже с самого утра потому что как вы знаете я даю мужу с утра готовлю мой ланч тормозок ланч бокс и поэтому я когда выхожу из спальни я прямиком иду на кухню и я просто вот вот сегодня он опять пошел в тренажерный зал и у меня просто вообще не было время даже себе приготовить кофе поэтому я быстренько быстренько ему все сделала и теперь когда он ушел теперь я спокойно могу выпить с вами кофе в общем я не думаю что я буду сегодня всякими рецептами делиться я планирую сделать тортик домашний тортик потому что магазинные торты никто не любит и каждый раз они остаются и в общем я сказала деткам даже если будете заказывать заказывайте самый малюсенький там буквально ну самый малюсенький потому что никто его не будет есть всегда он остается в прошлом году оставался и мы потом отдали его помощником ну в общем как то так потом я сделаю китайский вот этот сыр панир как здесь делают соусе я его обжарю заранее соус тоже сделаю заранее все сделаю заранее потом просто смешаю ну и я думаю сделаю по своему рецепту garlic bread да вот этот чесночный клеп который я уже показывала рецепт ну в общем будет у меня домашний тортик конечно тортик я сделаю я думаю на сгущенки обычный такой будет бисквит а я думаю что крем сделаю просто обычная нутелла нутелла с маслом все не буду даже заморачиваться потому что я делала в прошлом году пошел на ура я должна сказать что детки смели буквально за секунду поэтому я думаю этот тортик если он пошел на ура мы сделаем его и во второй раз попробуем сделать шедевр по крайней мере в общем работы у меня сегодня не початый край еще хотела минутку буквально вашего внимания девочки и мальчики кто пользовался вот такими каплями у джала это индийские а юрвер а юрведа индийская в общем посмотрите это не реклама я сразу предупреждаю это не какая не реклама я просто прошу совета я начала пользоваться этими каплями уже как два дня я слышала очень хорошие отзывы этих капель в общем слышала хорошие отзывы но тогда конечно было сказано что будет и очень же глаза и там надо правильно там надо всю инструкцию почитать как закапывать то я в принципе я делаю все правильно но глаза печет нереально и если вы видите у меня сегодня пафи айс то есть у меня все не лицо именно район глаз у меня прямо вот опухшие ну и вот я вот с утра уже прикладываю себе немножко вот так вот лед и это я должна сказать вам что я еще с утра не закапывала их нужно копать два раза в день один раз утром один раз на ночь но на на что понятно я капаю и засыпаю да уже я не открываю глаза так салфеткой так придавливая глаза но утром когда мне нужно идти на кухню а причем там сказано что не напрягать глаза после этого два часа но как ты не будешь напрягать глаза если ты будешь смотреть правильно ну я не знаю как это все короче понять я вчера тоже вот когда капала я днем себе закапала когда я пошла в спальню отдохнуть на полчаса вот я в тот момент тогда закапала и закрыла глаза но не утром утром потому что эта вся история очень долгая когда копаешь глаза начинается вот это печенье такое жжение слезоточение очень сильное я думаю что за счет слезоточения вот этого сильнейшего наверное и очищаются вот эти мельчайшие сосуды и протоки каналы какие в общем какие есть в глазах я думаю за счет этого и как бы очищаются наверное глаза каким-то образом и после этого наступает вот это вот излечение в общем я почитала люди все говорят практически одной тоже негативные я только пока один отзыв увидела но она капала три раза в день я не знаю тут тут не написано три раза в день может быть она чего-то не поняла нужно копать два раза в день и только по одной капельки понимаете нужно же вещи тоже строго по инструкции соблюдать не не с таким рвением чтоб потом и и глаза на лоб вылезли так сказать в общем я пока делаю это два дня хотелось бы мне услышать ваше мнение ваше мнение в смысле если кто-то слышал о таких каплях и кто-то знает кто-то капал и кому действительно помогли потому что отзывы не знаю отзывы очень хорошие говорят что действительно прямо начинаешь очень хорошо видеть а у меня как как мы со зрением особо как бы проблем нет вы знаете с тех пор как я начала уже пять шесть месяцев заниматься youtube а у меня я чувствую на этим такие глаза как слабые какие-то уставшие вот начинают слезиться и вот когда они слезятся я начинаю прям вот плохо видеть бывает я сижу прям перед телевизором или там перед экраном телефона у меня вот все расплывается то есть у меня конечно зрение понизилась там на какие-то там не знаю сколько там бывает но то есть пока это только начался так сказать процесс со зрением у меня как бы все в скалости глаз и с этой целью как бы и хотела эти капли попробовать в общем посоветуйте люди в общем у меня сегодня будет глобальная программа вечером конечно я вам все покажу что будет твориться у меня в доме детки придут я их и покормлю и тортик сделаю и как они украсят комнату рецептами я сегодня делиться не буду люди потому что день у меня сегодня наверное будет очень-очень загруженный ну может быть ну не знаю я честно не не обещаю тем более галлик бред вы уже знаете я показывала этот рецепт принципе делиться там особо нечем в общем все пока пока до вечера мои дорогие любимые сегодня мы дома одни папа у нас сегодня кушать не будет поэтому мы приготовили сегодня еду по своему усмотрению мой любимый овощной супчик здесь и сладкие перчики морковка картошка капуста и просто сливки с зеленью все больше ничего нету без зажарки значит вот это у нас посмотрела буквально вчера позавчера какой-то легенький рецепт сыром с адыгейским сыром то есть сыр просто смешиваем зеленым луком и зеленью можно добавить кое-каких приправе если у вас это устраивает но я ничего не добавляла кроме черного перца и вот эта серединка вытянутая до из помидоров я проварила потом перетерла как в пасту и немножко добавила сливок то здесь практически нет жидкости видите как бы нет но очень мало то есть буквально вот серединке тут я хочу более такой сухой вариант но это еще не запеченная это я еще сделала я запеку я буду есть горячим ну и здесь у нас любимая картошечка на она очень любит кстати нашу жареную картошку поэтому иногда я ей делаю это обычная жареная картошка с луком и с паприкой здесь есть приправы перри перри здесь есть красный перчик здесь есть паприка приправа и соль то есть вот такая вкуснятина и сверху немножко я еще добавила в моцарелла ну так немножко почти и не видно то есть вот такой вот у нас сегодня вкусненький обед вот эту красоту я еще покажу никогда засниму уже после того как мы после того как мы сделаем это все в духовке эту всю красоту вот такая прелесть у нас получилось до сих пор даже немножко кипит только только вытянула из духовки попробуем какой же это вкус я такой готовый первый раз такой рецепт как бы простенький сыром ну готовила конечно у нас есть индийские тоже такие рецепты начиненные томаты но именно сыром первый раз попробую скажу вам